Алиса Вебер и Джош Стодд были на ферме и не ожидали, что что-то произойдет и станет самой большой спасательной миссией. Алиса услышала какие-то необычные звуки, доносившиеся рядом с фермой. Прислушавшись, Алиса поняла, что это плачет котенок, моля о помощи. Девушка является волонтером гуманного сообщества Big Cat Rescue, а Джош – техник в этой же организации. Мяуканье доносилось из небольшого сарая, расположенного на соседской территории. Ситуацию осложнял тот факт, что у соседа во дворе жила огромная сторожевая собака, которую он каждый день отпускал побегать. Если бы она нашла котенка, то спасать уже было бы некого. Поэтому нужно было действовать быстро. Пара спросила соседа, могут ли они войти и осмотреть сарай, но он сказал, что сделает это сам, а вернувшись, сказал, что там ничего нет. На всякий случай они обменялись телефонами, чтобы сосед звонил в случае чрезвычайной ситуации. Спустя час котенок снова стал мяукать. Джош немедленно позвонил соседу, чтобы тот проверил сарай. На этот раз мужчина вышел с крошечным котенком на руках. Он разрешил молодым людям забрать котенка, который отчаянно нуждался в материнской заботе. На вид девочки было не больше трех недель. И ее хрупкое тело было ледяным, что подтверждало догадки спасителей о том, что кошка бросила своего детеныша. Чтобы хоть как-то согреть кроху, Алиса закутала ее в теплое одеяло. В это время Джош съездил в ближайший магазин, где купил все необходимое для котенка. Супруги назвали своего маленького питомца птичкой зазвонки и голосок, пока девочка поживет у них. А как только плюшевое чудо подрастет и окрепнет, они найдут ей новый дом и любящих приемных родителей. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.